Стол заказов продолжается на телеканале Ротэвэй. И вот они, красавцы, группа МБН. Дайте шуму больше! Даня, привет! У-у-у! Раскачи! Просто на вас-то вчера были на вечеринке. Ты его исполся, что ли? Я, кстати, его исполся. Никитос, я что-то смотрю, ты прям такой загулявший. Ты что, не смотришь мой Snapchat? Ох, черт, все, я исправлюсь. Так, ребята, вы тоже были на вечеринке? Нет, я спал. Нет, нас Никита не звал, он говорит, что вы уже старый, не место. Хорошо вам тусить уже, займитесь собой. Если раньше тусовки были, там, ограничения плюс 18, то у них там... До 25, да? До 18 тусовок. Да, так что ребята мирно посидели в Чайхане. Ну давай, делись, что сейчас модно? Что сейчас модно? Не знаю, мне кажется, модно сейчас... Модно сидеть в куртке. Давай такие парашки. Лаймфаки пошли, да. Да, не знаю, просто быть собой, тусить какие-то хумпать, я не знаю. Хумпать? Скорее вот за это, да. Ну, в хорошем смысле этого слова. Смотри, заинтересовался. Ну то есть мы там без камер быть. Ладно, давайте поговорим все-таки о Лете, где вы отдыхали. Отдыхали вообще или работали? Это самое интересное вообще. Слушайте, вы у нас сто лет не были. Короче, мы были два раза в Сочи по одному дню, да? И где еще? В Одессе. И в Минске. И это все были гастроли. И все-таки вы работали, не отдыхали. В этом году у нас не было отпуска, мы никуда не летали, мы не загорели вообще. И... В Солярии ходишься? В Солярии? Нет. Что это такое? Молодец. Мы же не девочки. Правильно. А стикини знаешь, что такое? Нет. Что? А, стикини, по-моему, что-то слышал. На хоум-фате говорят. Там, да, такие интересные? Ладно, пойдем. Давай. Это наклеечки такие. Да, вот. Да, это офигенно. В этом на верхнем применении. Было без отдыха. Вот про отдых поговорим чуть позже, после музыкального клипа. Невыносимая. Ну, 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 ну. Сила красивая. И любить тебя сила та. Сила та. Сила та. Сила та. Так убийственно. А, даже так. Ну, у нас вот так, да. Девчонки, завидуйте мне молча. Они только мне поют. Ну, ладно, шучу. Конечно, для всех. Пока. Ну, что ж, заговорили мы все-таки о лете. Вы так и не рассказали. Я так поняла, что вы работали. Да. Так. Отдых нам только снится. Отпуск будет на следующий год. На следующий год только? То есть, подожди. За целый год вы будете работать уже расписано на год вперед? Да. До конца года. Но сентябрь, октябрь у нас выходных нет пока что. Ни одного. Ну, и ноябрь, соответственно. Ну, и ноябрь, да. И декабрь. А, подожди. Ну, вы так много работаете. Что вы планируете приобрести? Вы накопите на что-то? Ну, как-то деньги... Очень быстро улетают. Да ладно. Ну, на самом деле мы такие же люди, как и все. Дранжиры? Давай скажем, у тебя купил себе машину. Да. Буквально за два года. Правильно? Да. Аплодисменты. Самое главное, какая крутая машина? Нет. Шевролексус. Стиральная. Шевролексус. Стиральная машина купил себе, да. Так, хорошо. По поводу квартиры. Я купил квартиры. Нет, хорошо, хорошо. Он отказывается домой возить. Слушай, ну это уже, честно, наглость. Вот правда, ребята тебе помогали все два года. Что такого-то? Ну. Правильно? То, на что учился. А, вот так вот. Да, я поняла, кто из вас. Толян вот купил квартиру, давайте теперь о нем поговорим. Нет, серьезно. Да. Так, подожди, в центре? Нет. А где? Нет, в центре. В центре. Другого города. Нет, нет, не в центре пока, но на самом деле я не хочу жить в центре. Почему? Изначально, даже если бы мне позволяли там финансы, я бы не покупал квартиру в центре. Я, наоборот, купил подальше. И я уже привык. В спальном райончике, чтобы не было суеты. Да. Видишь, ты все знаешь. Это годы уже, конечно. Нет, на самом деле, все очень круто. У меня вид из окна на парк. Садовница работает. Да, садовница работает. И спасибо центру за это. Уборство приходит, убирает. А ты один живешь? Я, да. Да, все-таки? Да. Да. Хорошо. Интересно. Как бы Толик и его три собаки. Ладно, хорошо. Мне понравилось, как она распознает. Один чем покой. Правда один? Никит, что ты купил за два года? Ничего. На что купишь? Военные билеты и диплом. Слушай, ну это тоже, это тоже на самом деле здорово. Никита, на самом деле, вот такая вот веревочка на шее висит. А тут такой мешочек с золотом, куда он все копит, копит, копит. Да, я лепрекон. И потом такой налег. Да, лепреконец бегает. На большом лимузине просто закатит. Скажет, пацаны. На самом деле, почему мы так часто приходим? Здесь же зеленый цвет. Народ, слушай, меня в телевизоре этого не видят. Не раскрывай всю историю нашу. Ты что, не видишь? Здесь летают фигуры. Пальмы, пальмы. Мы сделали специально вам сейчас. Вы же, в общем-то, не отдыхали. А вот на секунду, реально можно здесь динозавров каких-то нарезать? Конечно. Сейчас все сделаем. И медузы. Да. Очень много вопросов, кстати, прилетает вам. Ребят, правда. Очень много. Просто у нас есть некоторые слова, которые называются только и мы сразу начинаем смеяться. Медузы, шляпа, водоросли. Что-то означает, да, все-таки? Ну да. Ну, в общем, поговорим мы о чем, правильно? А мы посмотрим на Ани Лорак сейчас. Да, Ани Лорак. Ани Лорак. Стол заказа продолжается. Группа M-Band у меня в гостях. Вы знаете, очень много, очень много записали вам вопросов, видео-вопросов. Более 300. Давай угадаю, 300, да? А. А-а-а. Не говори на слухе. Я выбрала, конечно, самые интересные. Вы должны вот честно ответить. Готовы? Хорошо договорились. Мы всегда честно отвечаем. Итак, внимание на экран. Первый вопрос. Поехали. Ребята, меня зовут Настя, и я из города Киснецка. У меня к вам такой вопрос. Существует такое поверье, что если вас не узнали, то значит вы будете богатыми. А сколько раз вас должны не узнать, чтобы вы стали смертельно богатыми? Передайте мне, пожалуйста, привет. А я в свою очередь передаю привет своей дорогой мамочке. Мам, привет, я в теле. Очень-очень-очень сильно вас люблю. Продукт плейсмент. Привет, Настя. Привет. Очень крутое видео. Спасибо. Прям позитив я чувствовал. Да-да-да. И музыку правильно подложила. Все круто. Ну что? Ну что? Сколько раз вас не узнавали? На самом деле это неправда. Если бы это было правдой, и те, кто нас не узнает, мы бы становились от этого богаче, то мы бы уже, наверное, были бы миллионерами. Не знаю. Я верю в это. Я верю в это. Ты богаче становишься? Уверен, что становлюсь богаче, когда нас не узнают. Вот первое время я расстраивался, думал, блин, ну чем мы вообще, чем мы занимаемся, нас не узнают. А сейчас наоборот думаю, как это сможет богаче становиться. Меня просто вообще не узнают, но я что-то богаче не становлюсь. Ну ты в Китай-городе просто гуляешь. У тебя квартира, на секундочку. У тебя машина, так что все нормально. Нет, в квартире его все узнают. Тогда окей. Ну что, переходим к следующему вопросу. Окей, поехали. Привет, ребята. Меня зовут Ларина. И у меня к вам такой вопрос. Какие черты своего характера вы бы хотели передать вашим будущим детям? Ну какие и нет. Я вас очень люблю. За радио спасибо за ответ. Спасибо, Ларина, за вопрос. Какой серьезный вопрос. Ну какие, скромность, конечно же, да? Да, нашу скромность. Детям все самое лучшее. Все самое лучшее. Ну, естественно, как и любые нормальные люди, мы хотим, чтобы нашим детям передалось только все хорошее. А все плохое ушло. Все самое лучшее, да. Вообще, мы за ту теорию, что нужно воспитывать не детей, а воспитывать себя, потому что твои дети в любом случае будут на тебя похожи. Это отражение, да. Как ты не старайся. А в планах скоро должны появиться дети? Ну, в 2020 году? Наверное. Никита, тебя. Как ты как? Не знаю. Я люблю тебя и правда. Я надеюсь, что с твоими вопросами я не буду времени сильно. Посмотрим, как получится. То есть прям в ближайший год даже можно приступить? Ага. Это предложение ты скажешь? Нет, это вопрос пока. Посмотрим. Хорошо. Я предлагаю все-таки третий вопрос загрузить, потому что девчонок очень много и все хотят, собственно, задать вам вопрос. Поехали. Итак, поехали. Привет, мои дорогие. Меня зовут Ивита. И вопрос такой. Хотели бы вы побывать в теле красивой девушки на один день? И почему? Хороший вопрос. А самый главный? Один из наших любимых. Да-да-да. Знаешь, я реально хотел бы, я даже знаю, что я делал. Да? Что мы бы делали первые 30 секунд. Ладно, я промолчу. Я бы пошел внизу. Нет, на самом деле... Мне кажется, из нас бы получились страшные девочки. Очень, очень страшные. Нет, он же говорит красивые девочки. Никтос говорит всегда за себя. Вот вы заметили? Да, мы заметили. Просто я представляю... Ты сейчас про страшную девочку и... Ты понимаешь, какой бы страшной девочкой я бы не был, я все равно был экзотикой. На секундочку. Вот! А мужчин привлекает изюминка. Да, я про это и говорю. Но на самом деле, что бы мы сделали? Чисто с Темой я знаю, что бы мы сделали. Мы бы оделись как надо. На лабуты. И пошли в банк. Понимаешь? Так типа, а вы не дадите нам кредит на 20 миллионов долларов. Понимаешь? На что кредит? Я об этом даже не думал. Ты знаешь, это оговорочка по Фрейду. На что кредит? На резиновую девушку. Вторую. Да без разницы на что. Просто на следующий день мы возвращаемся в свои тела. И стоит сумка как бы 20 миллионов долларов. Такая клетчатая. Ну а там мы уже решим, что нет. Задавили они тебя. Я вот предоставляю тебе слово. Да нет. Я как бы, я слушаю. Но все-таки в каком теле женском ты бы вот хотела на денек? Да мне кажется, это странный вопрос немножко. Ну давай, Вера Брежнева. Конечно. Окей. Конечно. Хорошо, следующий вопрос появляется на экране. Внимание. Привет. Меня зовут Куракина Екатерина. Я из города Медногорска, Оренбургской области. И меня интересует такой вопрос. Я знаю, что Анатолий и Артем имеют так называемое серьезное образование. Так вот, вы шли учиться на данный вид деятельности, думая, что вы будете работать в этой сфере? Или это как бы про запас, если с музыкой ничего не получится? И вы вообще когда-нибудь думали о том, что у вас может что-то не получить с музыкой? Или вы всегда верили в то, что на вашей улице будет праздник? Загрузила, загрузила. Ребята, серьезно. Учись, деточка, учись. Ну, я отвечу за себя. Я всегда хотел быть похожим на своего старшего брата. А брат мой, в общем, он занимается IT-технологиями. И я пошел по его стопам как бы учиться в эту сферу. После девятого класса я поступил в колледж. В курсе на третьем я понял, что мне это вообще не интересно. И как бы понял, что я работать в этой сфере точно не буду. Но как-то привык я все заканчивать. Ну, то есть на запас такое. Мало ли не получится что-то. Пусть будет, да. Пора давать родителей, потому что брат так и не закончил высшее образование. Артем, мы тебя поняли. Ну, у меня родители такой советской закалки. Поэтому у меня должно было быть высшее образование. Это без вариантов в принципе. Вот. Я всегда хотел изучать юриспруденцию. Мне нравилось. Я очень много смотрел фильмов про суды, про адвокатов. Но мне сказали, ты хочешь учиться или тебе просто нужен диплом? Я сказал, мне нужен диплом. Мы сказали, ты не потянешь, но здесь нужно конкретно учиться. Иди на экономику. Я пошел на экономиста, закончил институт социального развития и предпринимательства. Положил диплом на полочку, сказал родители, мама, папа. Я закончил. Я все сделал. И дальше пошел по музыке. Ну, собственно говоря, я с самого детства, еще со времен школы, больше наклон у меня был к музыке. К музыке. Никита, ты где учишься у нас сейчас? Я не учусь, к сожалению. Ты собираешься поступать? Да-да-да, думаю, в следующем году я поступлю куда-нибудь. Но, наверное, в музыку, потому что, ну, не знаю, с родительской стороны на меня никакого давления абсолютно не производится. И за это мне большое спасибо, потому что у меня есть как бы свобода, есть куда развернуться, начать какие-то свои строить планы. Ребят, смотрят, строить планы свои. А вот о планах, кстати, мы поговорим чуть позже после музыкального клипа. Маловата. Деньги. Плайкс. Группа МВ. Поле чудес, деньги. Да. Нравится эта программа? Не нравится. Я вам привез огурцы, кстати, я принес. Серьезно? А вот был бы хорошо. Барабан на поле чудес, он вращает землю вообще. Молодец какой. Нет, он заводит на Кремле. Да, на Кремляске. Нет, потому что всю жизнь я задавался вопросом, где этот музей, где все это хранится. Представляешь, сколько там всего. А вот у меня вопрос вот заводит, где будет концерт ваш? Заводит. Концерт наш будет, дорогие друзья. Поехали. 22 ноября. Бат-арена. Да. Сольный концерт группы M-Band, которая называется «Без фильтров». Всех москвичей приглашаем, приходите с животными, с детьми. Ну, уже 23 ноября, приходите в Санкт-Петербург в клуб А2. Там тоже будет презентация нашего нового альбома, который называется «Без фильтров». Ждем всех, друзья. Да. Вот по поводу альбома мне хочется поговорить. Все-таки готово уже все, да? Или какие-то есть доработки? Практически. Ну, сейчас дорабатываем. Вот вчера буквально записали один из последних треков для сборника. Вот. Угу. Таким. Угу. Угу. Ну, а сможете сделать . Не, получается, кстати, неплохо. Неплохо. Вот. Получается, как прямо мы хотим. Ну, не знаю. Нам, по крайней мере, так кажется. Ну, да. Самое, наверное, приятное, то, что Костя нам полностью доверился и дал нам некую свободу, чтобы мы здесь могли вот влить по максимуму свою любовь, все свое творчество и сделать этот альбом. Я думаю, что дальше это будет только приумножаться и второй альбом уже, мне кажется, на это решение. Но все-таки 2 года — это достаточно такой серьезный срок. Хотя, с другой стороны, вроде все только начинается, да? Вы все равно сплотились, вы друзья, вас любит многочисленная толпа ваших поклонников. И мне все-таки вот интересно, что будет на концерте? Может, какие-то розыгрыш подарков каких-то? Да, на самом деле будет очень крутое шоу. Мы сейчас стараемся сделать все то, что для того, что мой русский покидает меня. Мы стараемся сейчас сделать кардинально, да, быстрее сейчас. Штул в тыкву превратится. Мы пытаемся кардинально изменить шоу, чтобы оно отличалось от прошлогоднего концерта. Я думаю, что в первую очередь это будет музыка, потому что мы очень много проводим времени в студии, работаем над звучанием, делаем так, чтобы народ просто не мог выдохнуть, чтобы полтора часа прошли на одном дыхании. Я думаю, что больше будет каких-то коллабораций со зрителями, то есть больше какого-то интерактива. И поэтому на концерт прийти нужно, там будет очень весело. В толпу будем прыгать? Да. Я вот честно, на каждом концерте так хочу прыгнуть в толпу. Так давай сделаем на это. Ну я понимаю, ну представь себе, там стоят девчонки в первых редакциях. Я разбегаюсь, прыгаю. И просто это будет фейл годом. И разбежались. Подожди, у них есть целый месяц, чтобы ходить в спортзал, накачать себе битвы. Девчонки, ловите нас, ловите, мы будем прыгать. Будет на самом деле два варианта. Либо все разбежались, ты упал, да, и допел уже вот так. Короче, надо друзей подтянуть. Да, либо тебя поймали, но ты их в конце раздарил. Ребят, я приду обязательно на ваш концерт. Спасибо вам огромное, что вы сегодня со мной. Мне хотелось бы отдать эксклюзивный зонт от телеканала РУ-ТВ. Номер победителя заканчивается на цифры 42-33. Мы вас поздравляем. Ну а у меня в гостях сегодня была группа МБ. Спасибо, ребят.